приветствую всех на своем канале о вязании меня зовут ольга сегодня я решила ответить на вопросы тега так называется блогер и автором этого тега является ольга с канала ольга вязание и не только значит оля предложила ответить на некие вопросы начинаю не только начинающим блогерам но и опытным и я знаю что уже отвечали и большим количеством подписчиков блогер на этот тег и также с небольшим количеством в общем как и я молодой начинающий блогер и мне кажется это все-таки интересный тег в плане того что можно поделиться каким-то опытом какими-то наработками рассказать как вести себя вот особенно это интересно наверное будет начинающим блогером значит в этом теге 16 вопросов я буду отвечать на этот тег и вязать вот носочек который на которой я снимал мастер-класс я начала снимать мастер-класс на этот носок у меня есть такие носочки я вам оставлю ссылочку посмотрите что за носочки и вот некоторым моим подписчикам очень захотелось мастер-класс вязала я по бесплатному описанию но там немножко другая плотность и я поэтому в мастер-классе объясняю как подогнать под свой размер и сейчас мне нужно просто провязать длину мыска и продолжать снимать уже вторую часть мастер-класса пяточку как вывязывать но это такое лирическое отступление значит кому интересно у меня носочная пряжа водопад и давайте я начну отвечать на вопрос и буду немножко вязать значит первый вопрос представьтесь откуда вы где проживаете меня зовут ольга я проживаю в свердловской области примерно в 100 километрах от города екатеринбург наш город находится мы если едем в столицу нашего урала да кто знает что екатеринбург это столица урала то у нас примерно уходит на своей машине час сейчас небольшим не считая конечно же пробок в самом екатеринбурге поэтому я если честно нормально отношусь к тем кто проживает больших городах но сама я жить в большом городе не хотела бы мне больше нравится все таки вот такие провинциальные города как у нас более спокойно меньше различных происшествий ну в общем хочется такой размеренной жизни скажем так следующий вопрос как вы решились или что вас подтолкнуло к открытию и ведению своего канала решение пришло не сразу и даже не знаю что на самом деле наверное совокупность различных факторов меня подтолкнула на то чтобы начать этот канал один из таких факторов это был мой муж он мне сказал что наверное тебе уже пора самой начинать что-то показывать потому что ты столько вяжешь постоянно постоянно смотришь вот этих вот всех визуальных блогеров попробуй сама попробуй сама что-то начать показывать может быть что-то у тебя получится ну я как бы долго как на это решалась стеснялась скажем первое что меня останавливало это вот некая неловкость стеснение перед камерой что-то говорить показывать мне казалось что что я могу нового что-то показать что могла бы такого рассказать что еще другие не рассказали но тем не менее все таки я решилась так следующий третий вопрос как относятся ваши родственники знакомые друзья к тому что вы блогер поддерживают ли вас вообще если честно никто особо из знакомых и друзей серьезно не воспринимает вот это вот такой вид деятельности что ли вот мое хобби как вот блогерство им кажется что это какие-то игры на самом деле ну и в принципе и не осуждают и серьезно не воспринимают но мне как-то вот я считаю что у каждого есть право на свое мнение пускай они так думают родственники вот ну как я говорила именно муж от меня и подтолкнул на это все мои допустим родители сестры ну некоторые даже вот меня поддерживают говорят что хорошо у тебя получается молодец давай продолжай как бы муж всячески тоже помогает то есть где-то допустим не нужна тишина покой да чтобы снять что-то что-то показать я думаю кто блогер тот понимает о чем речь он старается всячески устранить вот какие-то там причины допустим пойти с дочерью погулять или где-то посидеть тихонько спокойно вместе с ней то есть нет родственники в принципе мне в этом ну скажем так особо не мешают наоборот стараются где-то по мере возможности помочь да значит следующий вопрос какая обстановка для вас более комфортно при съемке видео на самом деле мне конечно комфортнее снимать когда никого нет дома когда я спокойно со своими мыслями могу собраться рассказать что хотела донести показать если это что-то нужно показать да допустим в мастер-классе мне конечно спокойнее именно так когда вот у меня такая тихая спокойная обстановка но бывают моменты когда естественно мои близкие дома я просто вот прошу их немножко дать мне времени они спокойно к этому относятся они уже привыкли потому что мама постоянно что-то снимает что-то монтирует что-то там вяжет они да они там занимаются своими делами тихонько и я снимаю но конечно еще раз повторюсь комфортнее мне когда я остаюсь одна когда никого не надо ни о чем просить спокойно сел снял что хотел показал пятый вопрос как долго вы собираетесь готовитесь к съемкам ну на самом деле всегда пора зависит от того какое видео в данный момент я снимаю конечно вот если я снимаю мастер-класс то это очень долгая подготовка предшествует то есть нужно и заранее отвязать какой-то образец если это узор какое-то изделие если я параллельно снимаю то естественно мне потом нужно будет и в это сделать и отснять от фотографировать сделать хорошие фотографии чтобы люди представляли до зрители представляли что же все таки у меня такое получилось сразу же на начальном этапе мастер-класса они так как в конце там что получилось то получилось если какие-то вот болтательные видео допустим такие как вот тег то я просто взяла свое вязание взяла вопросы вот эти вот и пошла снимать то есть принципе ничего особого такого мне для этого не требуется если какие-то отчеты то я тоже готовлюсь я значит свои записи поднимаю по которым я которые я делала когда вязала то или иное изделие допустим те же готовые работы также нужно сделать сначала фотографии чтобы вставить эти фотографии видео либо ну после видео его сделать фотографии обязательно при монтаже вставить также нужно и взвесить до изделия посмотреть сколько пряжи ушло то есть подготовить все там этикеточки всю пряжу показать какая пошла из какой вязали в общем по-разному если допустим вот сейчас летом очень удобно что всегда хорошие хорошее освещение практически всегда там до вечера можно снимать в принципе единственная проблема бывает именно в слишком хорошем освещении да как вот сейчас у меня солнышко выходит постепенно и по мере моего видео вы даже увидите как она будет двигаться солнышко начинает мешать мне нужно выбрать такой момент если я снимаю вот на этом месте мне нужно выбрать такой момент чтобы солнышко еще не пришло до сюда не дошло либо чтобы она уже ушло ну то есть вот такие технические бывают моменты тоже заставляют подготавливаться долго бывает хочется снять на улице слишком большое солнышко или посторонние шумы тоже к этому нужно как-то приспособиться подготовиться как бы все зависит от того какое видео ты снимаешь и подготовка бывает разное бывает очень долгое бывает абсолютно вот быстро как вот сейчас и конечно же еще если ты снимаешь видео лицом к лицу то нужно и самой соответственно подготовиться то есть макияж одежда вот в этом смысле чтобы и визуально было приятно смотреть на тебя следующий вопрос сколько времени вы тратите на съемку и обработку видео тоже в зависимости от того что за видео и зависимости от того как как у меня было вдохновение снять это видео бывают видео снимаешь на одном дыхании говоришь говоришь рассказываешь все получается никаких оговорок никаких заиканий лишних никто там в кадре не мычит и не кукарек это вот как вот в моем случае то есть мы живем в частном секторе в своем доме это и здесь вот у соседей тоже бывают вот такие вот проблемы в этом плане никто не лает нигде бывает вот на одном дыхании снимешь и монтажа практически не надо только где-то вставить фотографии какие-то где-то музыку вот так вот а бывает без конца режешь и режешь это видео потому что то какие-то звуки посторонние то ты оговорился заново то еще что то все зависит конечно вот от того как ты снял и еще вот мастер-классы с мастер-классами тоже все сложнее их тоже нужно без конца пересматривать без конца чтобы все правильно было ясно четко видно никаких лишних слов никаких остановок посторонних чтобы и сократить время этого мастер-класса заодно то есть мастер-классами да посложнее седьмой вопрос просматриваете ли вы свое отснятое видео если да то какие эмоции при этом испытываете вот знаете со временем уже никаких эмоций помимо того что главное посмотреть как что сказала где правильно неправильно исправить какие-то ошибки недочеты что-то обрезать что-то дополнить только в этом смысле я просматриваю да кстати первая часть вопроса я обязательно просматриваю свое видео значит сначала я его монтирую после монтажа когда она у меня уже все сконвертировалась я его просматриваю если все нормально и только тогда я его уже заливаю на youtube и когда я просматриваю его еще раз повторюсь уже в принципе никаких эмоций не испытываю в начале мне конечно было необычно непонятно как-то я себя чувствовала неловко мне казалось что я не так все говорю не так делаю не так показываю не то речь у меня нет аддикции и тому подобное но сейчас я уже к этому привыкла вот знаете заведение вот за это время ведение своего канала у меня примерно полгода прошло как я открыла свой канал я как-то уже спокойно отношусь к этому и даже когда снимала лицом в кадре я уже не испытываю каких-то там негативных эмоций что вот здесь я не так посмотрела не так улыбнулась не так сморщилась не так сказала тем более нет сейчас я уже спокойно к этому отношусь прям вот как со стороны смотрю просто на себя получается восьмой вопрос когда вы лицом в кадре что при этом чувствуете страх переживание или другое ну вот в принципе я уже начала отвечать да на этот вопрос получается я уже не испытываю ни страха ни особых переживаний единственное что я вот говорила бывает нет вдохновения нет вдохновения на то чтобы разговориться нормально что-то рассказать объяснить что ты хотел донести до зрителя бывает что вот нет вдохновения на это бывает все идет как по маслу вот с первого раза взял и снял в начале в самом когда я только начала вот снимать видео до в начале своего творческого вот этой творческой деятельности я очень помогу раз снимала то есть у меня было много дублей и с первого раза у меня никогда не получалось очень много было обрезки у меня а сейчас я стараюсь хотя бы такими небольшими кусочками снимать которые проще обрабатывать то есть вот ты снял пяти там семиминутный кусочек без всяких оговорок и спокойно его можно потом смонтировать просто там громкость до подретушировать свет и так далее а саму речь не надо без конца обрезать что-то хотя бы такими кусочками стараюсь снимать бывает что вот одно какое-то видео снимешь за один раз ну редковато но это тоже уже бывает хотя в начале я даже не думала что у меня когда-нибудь так получится а сейчас уже видимо практика все равно практика дает о себе знать и да как и многие девочки говорят вот чем чаще ты снимаешь видео тем тебе проще разговаривать тем тебе проще вот общаться то есть начинаешь реже снимать видео и начинается язык начинает язык заплетаться начинаются какие-то заикание бесконечные вот эти вот слова паразиты бесконечные лезут везде до трудности начинают сразу появляться ну а когда чаще снимаешь как-то все идет как по накатанной скажем так девятый вопрос слова или слова паразита от которых вы хотели бы избавиться ну если откровенно я хотела бы от всех слов паразитов избавиться в своем лексиконе в своей речи да но вот видите да опять но да как-то не получается я стараюсь я пытаюсь контролировать свою речь и вот сведением своего канала это я заметила получается все лучше и лучше хотя бы видно это потому что я меньше стала делать обрезки в своих видео меньше стала вырезать тех или иных слов фраз или каких-то пауз ненужных но тем не менее конечно же полностью от слов паразитов я избавиться пока не могу не знаю получится нет у меня это в будущем я конечно пытаюсь я стремлюсь к тому чтобы как можно меньше употреблять подобные слова но конечно же мне кажется до конца я не смогу избавиться от этого возможно мало практики возможно нужна какая-то особая практика в этом плане и вообще хотела сказать что вот допустим я когда смотрю какого-то блогера если я пришла к блогеру не за конкретным мастер-классом я пришла допустим посмотреть какие-то развлекательные видео у него я обращаю внимание на его тоже манеру говорить доносить до тебя информацию рассказывать как рассказчик как ведет себя этот блогер и конечно же у них тоже вот у всех блогеров есть какие-то свои слова паразиты и они придают если честно некую изюминку то есть какие-то слова тебя отталкивают тебе не хочется идти больше к этому блогеру какие-то его выражения какая-то его манера говорить а какие-то блогеры наоборот такими вот словами вот постоянными привлекают к себе своей манерой произносить эти слова или просто рассказывать то есть я если честно выбираю блогеров себе эмоционально если мне он импонирует если мне этот блогер нравится как ведет себя как рассказывать я буду к нему заходить и никакие слова паразиты меня уже не оттолкнут ага наоборот возможно ну а если блогер мне не симпатичен я к нему больше не пойду значит это девятый вопрос десятый отвечаете ли вы на комментарии конечно же я отвечаю на все на все по возможности комментарии я стараюсь отвечать единственное что сейчас проблема некая на ю тубе получается почему-то некоторые комментарии и ты видишь они у тебя появляются в ленте нажимаешь на то чтобы ответить на этот комментарий и он пишет что этот комментарий больше не доступен то есть вот какая-то проблема на ю тубе я не знаю бывают просто в творческой студии не высвечиваются комментарии либо у тебя на канале в твоем личном кабинете не высвечиваются бывает нужно пройти на видео на свое и перелистать все комментарии только тогда ты увидишь этот комментарий Тоже проблематично, у меня допустим сейчас уже больше 90 видео на канале, я же не могу на каждое видео заходить каждый день и смотреть есть или нет комментариев, то есть в таком случае да, я могу не ответить на комментарии, но а если все нормально с комментарием, если он у меня появился, я обязательно на него отвечу и не просто там лайк или сердечко поставлю, а напишу что-то. По крайней мере у меня еще не так много, видимо, подписчиков и не так много меня комментируют, что я могу спокойно ответить на все комментарии. Итак, одиннадцатый вопрос. Удаляете ли вы комментарии, если да, то почему? Вот откровенно, пока что я довольно-таки молодой блогер и негативных каких-то комментариев в свой адрес я еще не наблюдала, каких-то таких прям злых, негативных нет, у меня комментариев не было, поэтому я пока не удаляла никакие комментарии. В дальнейшем, если вдруг появятся какие-то такие агрессивные, на ютубе сейчас это не редкость, если появятся какие-то агрессивные комментарии, я буду от них избавляться. Сразу говорю откровенно, честно, я терпеть подобное отношение к себе не буду. Я, если честно, вообще не понимаю тех людей, которые пишут какие-то негативные комментарии. Да, если это какая-то конструктивная критика, то я, конечно, приветствую это. Я даже благодарна, что кто-то там что-то подскажет, укажет. Да, но если это вот чистой воды негатив, то я считаю, что вот этим людям просто нечем заняться. Ну, не нравится вам блогер, не нравится вам его канал, уйдите, отпишитесь, не приходите больше на этот канал. Таких блогеров, которые, допустим, мне не нравится, их очень много. Я даже не буду смотреть в их сторону, но чтобы писать комментарии, мне кажется, просто человеку нечем заняться, в таком случае возьмите вязание в руки, у вас руки будут заняты, и не нужно будет никому портить настроение. Лично я так считаю. Но пока мне лично самой такие комментарии не прилетали. Конечно, хотелось бы надеяться, что их не будет, но это иллюзорная такая надежда. Конечно же, в дальнейшем появятся вот эти вот, не знаю, как назвать, люди, которые захотят тебе подпортить настроение, там как-то жизнь, может быть, они думают, тебе испортят этим самым. Но я себя настраиваю к тому, что таких я, конечно же, буду сразу блокировать, удалять эти комментарии. Мой канал, это, как некоторые, да, девочки говорят, мой дом. То есть здесь я показываю, что хочу и говорю, как хочу, да, и поэтому, если вам не нравится, вы просто выйдите из моего дома и не смотрите, не заходите в мою сторону даже. Значит, двенадцатый вопрос. Ваше отношение к негативным комментариям, ваши действия, если у вас такие были? Но я, в принципе, уже рассказала, да, что я буду делать в случае, если негативные комментарии у меня появятся. Пока что у меня таких негативных, злых комментариев не было. Были с конструктивной критикой? Были, я отвечала на них, я вежливо отвечала, не удаляла. Так что, кому интересно, можете поискать, но я даже, если честно, сама не помню, под каким видео это было, под несколькими. Поэтому сама с трудом это найду. Ну, а вот таких негативных нет. Пока что у меня не было, чему я очень рада. Тринадцатый вопрос. Писали ли вы когда-нибудь кому-то негативные комментарии? Какова реакция? Я никогда не писала никаких негативных комментариев. Я еще раз повторюсь. Я считаю, что это лишняя трата времени. Если мне не нравится этот блогер, если меня что-то в нем не устраивает, я просто не буду заходить к этому человеку на канал. Все. Все. Это его жизнь, его право, что показывать, как показывать. Все мы разные. У нас у всех восприятие нашей жизни абсолютно разное. И то есть, естественно, что кто-то нам нравится, кому-то кто-то нам не нравится, кому-то мы нравимся, кому-то мы не нравимся. Да? То есть, и смысл-то писать вот эти негативные комментарии. От моих негативных комментариев человек не станет таким, каким я хочу его видеть. И почему он должен, по идее, стать таким, каким я хочу его видеть? Конечно же, нет. Так же, как и я не стану каким-то другим человеком, если мне напишут негативный какой-то комментарий. Четырнадцатый вопрос. С какими трудностями вам пришлось столкнуться в начале пути ведения канала? Это такой обширный вопрос. Это только кажется, что вот так вот сел, начал снимать видео, да, начал болтать, болтать там, и все пошло как по маслу. На самом деле, конечно же, нет. Во-первых, хотелось правильно доносить свои мысли до зрителя. Это не всегда получалось в самом начале. Это получалось с большими трудностями. Естественно, технические возможности какие-то. Нормальная, хорошая камера. Пусть не самая лучшая, но хотя бы, чтобы картинка была более-менее четкая, понятная. Чтобы был хороший звук, микрофон, да. Освещение. Проблема с освещением постоянным. Значит, вот технические характеристики. Потом эмоциональные. А надо ли вообще вот это кому-то, кроме тебя? Получается, что в самом начале подписчиков у тебя еще практически нет. Видео еще тоже мало. Ютуб тебя никак не продвигает. Конечно же, я начала с того, что я начала участвовать в совместных проектах. За счет этого немножко я набрала каких-то подписчиков. Где-то мои видео стали просматриваться немного. Хотя бы теми же блогерами, да. Ютуб. Алгоритмы Ютуба уже начали понимать, что у тебя за канал. Куда его продвигать. И сейчас иногда я вижу, что в рекомендациях Ютуба есть и мои видео. Конечно же, так как у меня просмотров все-таки маловато. Но тем не менее, бывает, что даже какие-то видео выстреливают. И просмотров на них набирается так неплохо. Значит, все-таки алгоритмы Ютуба тебя уже заметили. Начинают тебя как-то продвигать. Сложности вот в этом возникают. Еще возникает, если честно, сложность в том, что нет обратной связи зачастую. Очень мне жалко, что обычные зрители, то есть не блогеры, а просто подписчики, которые подписались вот на мой канал, чтобы просто смотреть за моими творческими продвижениями. Да, где-то какие-то идеи, мастер-классы взять у меня. Они не пишут комментарии. Хотя бы вот хотелось какую-то оценочку услышать, что да, правильно все делаешь, все хорошо, продолжай там. Или как, спасибо там, очень нравится. Или, ну вот хотя бы какую-то оценку. Ну или, может быть, мне не понравилось это видео, да, мне не понравилось то-то. То есть негативных комментариев, конечно, не хочется. Но конструктивная, повторюсь, критика тоже нужна, тоже важна. То есть если вы вот смотрите сейчас моё видео, и вам есть что мне подсказать как-то, помочь мне в чём-то вот в ведении своего канала. Мне очень хотелось бы развивать свой канал, показывать какие-то новые видео интересные снимать. А зачастую, как говорят, одна голова хорошо, две лучше, да. То есть я могу просто не догадаться до чего-то. Может быть, вы могли бы мне, зрители, подсказать то, что вам хотелось бы видеть у меня на канале. То есть вот ещё большая сложность у меня лично в том, что очень небольшая обратная связь. Есть, тем не менее, есть зрители, которые мне пишут, есть такие, их немного, но хотелось бы больше, хотелось бы вот именно обратной какой-то связи понять, что хотел бы видеть от меня мой зритель. Значит, пятнадцатый вопрос. Вопрос. Ваши взлёты и падения на протяжении ведения своего канала? Ну, особых взлётов, особых падений у меня не было, если честно. Я даже пока не понимаю, о чём речь, потому что мой канал совсем молодой, да, полгода, как я уже говорила. Я начала вести этот канал в середине января этого года, и где-то вот ему шесть-шесть с половиной месяцев сейчас получается. И какие у меня могут быть ещё падения? Пока что я потихоньку-потихоньку набираю просмотры, набираю свою первую тысячу, до неё мне ещё далеко, поэтому... Ну, подписчики бывают, прибавляются, так что я ещё не считаю никаких у меня... Поэтому я не считаю, что у меня были какие-то падения. Взлёты, особых взлётов тоже не было. Да, там несколько видео как бы набрало больше всего просмотров, и в этот момент у меня немножко прибавились подписчики. Да, согласна, но я не считаю, что это какой-то особых взлёт. Это прогресс, небольшой прогресс моего канала, который, в принципе, он и должен быть, иначе смысл тогда во всём этом. Шестнадцатый вопрос, последний. Что можете посоветовать, пожелать молодым начинающим блогерам? Ну, я сама ещё, да, начинающий блогер, особо не знаю, чем я могла бы помочь, что я могла бы посоветовать. Единственное, что вот за время ведения своего канала я поняла, что да, нужно чаще выпускать видео на канал. Неважно, какие нужно, ну, на тематику я имею в виду, естественно, вот эту вот свою тематику, выпускать чаще видео. Чаще самому общаться со зрителем, чаще выходить лицом в кадре, чтобы зрители тебя видели. Особенно для совсем-совсем новичков, которые ещё ни разу не выходили в кадр, и даже есть такие каналы, я знаю, которые уже ведут свой канал на протяжении даже нескольких лет и ни разу не выходили лицом в кадр. Это может быть для зрителей неким разочарованием в будущем. Поэтому с самого начала я сама вышла лицом в кадре и рекомендую всем, как можно раньше выходить, чтобы зритель вас видел, чтобы он вас именно визуализировал, да, скажем так. То есть он соотносил ваш голос с вашим образом. И это будет способствовать вашему дальнейшему развитию канала, я так считаю. Конечно же, сами видео должны быть качественные, как я понимаю, по мере возможности, чтобы они были информативные. Если вы всё-таки снимаете какой-то развлекательный контент, то пусть это будет развлекательным. Но мастер-классы тоже на канале необходимы. Если это касается визуальных, да, допустим, каких-то каналов, всё-таки я стараюсь хоть немного заполнить вот свой контент полезным каким-то видео. Ну, в общем-то, я желаю только одно. Начинайте. Начинайте, пробуйте. И только вот тогда вы поймёте, ваше это или не ваше. Я даже и не ожидала от себя, что мне будет это так нравиться. Мне на самом деле очень нравится снимать видео, рассказывать что-то, показывать, общаться. Очень нравится. У меня очень много появилось друзей, знакомых, с которыми я общаюсь именно по своей вот тематике, по своему хобби, да, вязанию. Раньше мне было, в общем-то, даже не с кем поговорить об этом. А сейчас мы общаемся, и бывает очень тесно общаемся. Это так необычно, я скажу. Это очень необычно, что с разных концов земного шара, не только из России, да, где я проживаю, но даже из других стран, и за рубежом, и ближней, и дальней за рубежей. Есть люди, которые тебя понимают, которые с тобой хотят общаться. Это, ну, дорогого стоит. Поэтому я тем, кто ещё думает начать или не начать вести свой канал, я обязательно советую, обязательно попробуйте. Это интересно. И, конечно, тем, кто уже ведёт свой канал, я думаю, вы это и без меня знаете. И, конечно же, продолжайте, продолжайте. Всё у нас получится, я уверена в этом. Вот и все вопросы этого тега. Да, на этом я буду заканчивать своё видео. Благодарю всех зрителей, всех подписчиков, кто пришёл, посмотрел моё видео. Спасибо, Оли, за такие интересные вопросы. И, если честно, для меня животрепещущие, скажем так. Спасибо всем, кто продолжает оставаться со мной на моём канале. Кому интересен этот контент, не забывайте подписываться на мой канал. Обязательно ставьте лайки. Это немаловажная часть для продвижения канала. И, конечно же, пишите свои комментарии. Мне очень интересно с вами общаться. Мне очень интересно ваше мнение по поводу всего того, что я делаю, что я показываю. Обязательно пишите. Я отвечу на все комментарии. И на этом я заканчиваю. Как обычно, я с вами не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok